Карантин продолжается, Миньки собирается. Всех приветствую на канале Дабагар Гарцвен. И сегодня мы поговорим об одном из важнейших элементов миниатюры. Я часто видел, когда хорошая модель и все непрекрасно, но портит ее один элемент. Это подставка. Зачастую черный круг под ногами хорошо или даже реалистично покрашенной миниатюры может нивелировать эффект от проделанного многочасового труда. И один из моих подписчиков решил поделиться своей техникой оформлению поставок. Давайте посмотрим, как он это делает. Итак, ему для этого понадобились инструменты, зажиганка, сверло, скальпель, напильник, плоскогубцы, пассатижи или что-то подобное. Из материала циано-акрилатовый клей, он же суперклей, клей ПВА, литники, миниатюрная плитка, кирпичи, гипс, тонкое дерево, прозрачный пластик от упаковки. Ну что ж, начинаем. Первой он взял обычную 25-мм подставку, так как таких подставок нужно много, и поэтому он решил сильно не заморачиваться. Взял кусок дерева, например, как в его случае, он предлагает взять палочки для кофе и обуглив его зажигалкой. Затем отламывает примерно под нужный размер и обугливает оставшиеся края. Теперь очередь миниатюрных плиток. Берет одну и разламывает пополам. Делаются такие плитки элементарно, если захотите знать как, пишите в комментариях. Весь этот мусор приклеивается к поставке на ПВА, а пока сохнет, автор переходит к 60-мм подставкам. Обычно миниатюр на большой подставке немного, так что можно позволить себе разгуляться. Начал с того, что зашкурил подставки и приблизительно распланировал расположение элементов карандашом, либо гелевой ручкой. Следом приклеиваются кирпичи и прочий городской лом. Если у вас планируются возвышенные элементы на подставке, то подписчик советует в таком случае не спешить и повременить с приклеиванием всякого мусора до момента подклейки того самого возвышения. Из литника с круглым сечением можно сделать трубу. Для этого нужно убрать все лишнее и обработать. Затем насверливается отверстие с торца, а края среза делаются ломанными или же рваными, как будто бы эта труба была варварски отломлена. Также за кадром было сделано два элемента из другого литника, которые по сути являются местами, где труба уходит под землю. Можно сильно не заморачиваться по поводу их ровности, так как большая их часть будет покрыта грунтом и видна не будет. Также применение от автора данной техники. Обязательно обезжиривайте все поверхности спиртом перед склейкой, но некоторые типы пластика плохо клеятся даже после обезжиривания. Так что советуется не жалеть суперклея. В противном случае, как утверждает автор, все это украшательство попросту может отвалиться прямо в разгар партии. Теперь приклеивается весь остальной мусор. Такой бетон можно получить при заливке подкрашенного в серый цвет гипса в любую подходящую форму. Например, в коробку из-под печенья с пластиковым треем. Главное, чтобы гипс не прилип к ней. Далее он отламывает несколько кусков и по старой схеме клеит куда захочет, но без фанатизма. Ведь еще должно остаться место для миниатюры. Далее на клей ПВА приклеивается песок к подставке. А пока все это сохнет, можно пожалуй приступить и к стеклу. Он берет прозрачную пластиковую упаковку и отрезает от нее ровную полоску. Затем отрезает от полоски прямоугольник и сверлом проделывает в ней пулевое отверстие. От него в дальнейшем пойдут трещины. Скальпелем прорезает не слишком глубокие трещины, затем выбираются несколько случайных и по ним отрезается кусок. Таким образом получается разбитое стекло. Когда ПВА высох, можно начинать покраску. Красится плитка и кирпичи в красный или серый, а затем затемняется дерево, но аккуратно. После этого красится земля в коричневый, а также загрязняются все предметы декораций, находящиеся на земле. Последний шаг – покраска края подставки. Сам автор предпочитает черный, однако вы можете использовать коричневый, серый и другие достаточно темные цвета. В Саей армии он использует цветовую схему обозначений, где черный край подставки – это обычный солдат, а Дефанк выделяет персонажей. Таким образом ориентироваться на поле боя легче. Итак, переходим к 60-мм подставке. И здесь все делается по той же схеме, но здесь имеются другие элементы – бетон и труба. Смешивается базовый серый цвет и разбавляется до состояния проливки. Затем, когда предыдущий слой высохнет, добавляется в смесь немного черного и проливается участок поменьше. И так нужно повторить несколько раз, пока не будете удовлетворены результатом. Если вы накосячите, всегда можно соскрести гипс с неудачного места и переделать. Труба же красится очень просто – металлик, проливка из смеси черного и коричневого и нанесение губкой ржавчины. На этом этапе можно остановиться, но подписчик решил сделать вытекающей из трубы жижу. Для этого он взял обычную краску кислотно-зеленого цвета, немного разбавил ламианом и глянцевым лаком. Теперь очередь стекла. Чтобы выделить трещины, наносится белый цвет, который затекает в трещины, а все лишнее стирается салфеткой либо пальцем. В трещинах остается белый, а стекло остается прозрачным. Дальше стекло приклеивается на ПВА. Не беспокойтесь, после высыхания ПВА станет прозрачным. Автор настоятельно не рекомендует клеить прозрачные элементы супер-клеем, так как после высыхания он оставляет белый налет. Он лично загубил таким образом два самолетных фонаря, пока не усвоил данную мудрость. Не повторяйте его ошибок. Как видите, без приложения особых усилий можно сделать хорошо выглядящие подставки. Это творческий процесс и может претерпевать любых изменений. В оформлении поставок можно использовать почти любой мусор, литники, ненужные биццы, просто куски пластика. Все это может пригодиться. Хотите еще видео на данную тему? А также увидите другие способы оформления подставки? Пишите внизу в комментариях. И помните, не оформленная подставка это так же плохо, как и не покрашенная миниатюра. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки и до встречи на канале ДВАгрГАЗ. Особая благодарность за помощь в работе над роликом моему подписчику под ником Картофан.